всем большой привет и добро пожаловать на мой канал встречаю вас за домашними делами буду прибираться в спальне нужно поменять постельное белье знаете я обычно 31 числа меняю постельное и стараюсь успеть и в течение дня постирать посушить то что сняла и убрать уже на место в этом году решила так не заморачиваться и за несколько дней поменять всем постельным чтобы 31 такими делами не заниматься не знаю посмотрим как это скажется на мне на моей семье на 31 декабря может быть действительно больше времени будет в общем не знаю что-то новое так ладно сейчас пока убираюсь хотела ответить на вопросы и так как впереди праздники новый год то наверное буду выбирать такие которые именно на эту тему спрашивали меня что буду дарить какие подарки на новый год и детям и родственникам и друзьям и какие в этом году планы на новогоднюю ночь и на каникулы про новогоднюю ночь вообще к нам мы должны приехать родственники и еще придут друзья придет семья моего брата и две семьи в общем еще с детьми так что так нас вроде много должно получиться народу и планируем отмечать как раз вот встречать новый год не на мансарде когда мы обычно там собираемся когда много народу а именно у нас в кухне гостиной за большим столом буду его разбирать накрывать на стол будем все вместе немножко распределили между друг другом кто что готовит чтобы знаете целый день одному не стоять там у плиты вот поэтому ну вот как то так такие планы на новогоднюю ночь детей тоже будет очень много хотим сделать им квест по поиску там подарка деда мороза в общем что-то такое но тут нужно тоже немножечко к этому подготовиться вот а на каникулы больших планов нет ну по крайней мере в плане каких-то интересных поездок вот я не очень люблю ездить именно в новогодние каникулы в какие-то крупные города конечно очень классно было бы наверно столицу допустим съездить про москву я прям давно мечтаю но не очень мне хочется туда ехать вот именно в новогодние праздники потому что там и так народа всегда много в в каникулы я думаю что там вообще толпы толпы хотя конечно уверена что столица очень красивая украшена и просто сказочно вообще там творится атмосфера вот ну честно хочется просто отдохнуть может быть сходим в кино конечно погуляем может съездим куда-то на горных лыжах покататься посмотрим может к друзьям съездим может до деревни прокатимся вот а так вот честно больших каких-то таких серьезных планов не строили так что будем будем отдыхать вот и от работы и от всего и я тоже буду отдыхать видео за это время за время каникул на канале у меня выходить не будут так что от всего нужно отдыхать иногда менять и сферу деятельности и обстановку ну а по поводу подарков детям я говорила что они примерно хотят вот им уже подарки готовы друзьям и родственникам и вообще я знаете люблю какие там продуктовые например наборы ну что такое вот по моему прошлые года я видео показывала собирала такие большие коробки мне кажется очень классно всегда люблю когда и нам дарят и сама дарить такое тоже люблю можно туда еще добавить что-то такое вещественное да не обязательно все съедобное ну какой-то в общем такой микс и подарочный бокс можно сказать на семью вот а детям друзей и родственникам тоже детям купила небольшие игры такие прям новогодние игры стандартные там дубль например ока в ока творческие наборы там раскрашивать что-то собирать ну в общем такие именно с новогодней тематикой стоит они совсем недорого но мне кажется детям всегда приятно вот что-то такое получить порядок спальне я более-менее уже навела и мне захотелось немножко поэкспериментировать с декором я вам показывала тогда что дело такой небольшой декор в стеклянной вазе просто туда накидала игрушек елочных шариков пластиковых но это ваза у меня достаточно узкая и мне захотелось побольше заказать я заказала на вайлдбери с большего размера она и высоту повыше и диаметр у нее окружности тоже побольше и можно в общем как-то экспериментировать но здесь взяла опять-таки и свою небольшую и вот с шишками и с маленькими шариками уже попробовала и вот очень понравился кстати вот этот вариант особенно в сочетании с гирляндой и розовенькой елочкой в общем ну конечно тут можно все очень быстро и собирать и разбирать и миксовать можно по-разному и использовать все что угодно и шарики и вот и какие-то другие украшения и просто шишки и гирлянды туда же и я вот сейчас взяла вот эту большую вазу и как раз делаю вот так как хотела туда новогодние шарики наполняю вот большая она уже конечно смотрится объемнее то есть шариков туда больше поместилось и смотрится эффектнее тоже хорошо сочетается и с елочкой и смотрится по моему гармонично еще я хочу поэкспериментировать и сделать что-то типа подсвечником также в стеклянную вазу я насыпала соль и буду использовать свечу но не настоящую а светодиодную заказала набор из трех штук на wildberries очень они мне понравились и недорого стоили и смотрится так достаточно реалистично вот но они там шевелятся как-то и немножечко издает вот этот звук когда шевелится там пластиковый вот этот фитилек соприкасается и издает характерный звук в общем я сначала взяла узкую вазу и у меня туда крупный декор не поместился только веточки я добавила по моему тоже неплохо так получилось ну конечно побольше взять размер например ну тут для подсвечника не обязательно высокую брать лучше все-таки пониже немножечко но ширину чтобы она была достаточно широкая поэтому я вот решила уже на большой поэкспериментировать конечно можно все что угодно туда в качестве декора использовать и елочные игрушки опять-таки шишки и вот веточки разные композиции и все это смотрится мне кажется очень нарядно но и большой плюс в том что в этом году можно сделать так потом все быстро разобрать в следующем году немножечко поменять и до сделать что-то по-другому что-то убрать добавить и всегда это будет выглядеть по-новому свежо и интересно вот такой вариант у меня получился с двумя готовыми веточками а вот такой с просто зелеными ветками шишками и дольками сушеного апельсина тоже очень симпатичным но не обязательно использовать именно свечу я взяла гирлянду и добавила туда фигурку от елочку шарики и шишку сюда классно подойдут какие-нибудь фигурки там снеговиков олени дедов морозов снегурочек если там большая площадь то прям целая композиция тоже может получиться новогодние очень симпатично но после всех экспериментов я оставила у себя здесь вот такой вариант а еще неоднократно в комментариях просили показать парфюм которым я пользуюсь и вот мои любимчики наверное уже на протяжении длительного периода времени это dolce gabbana light blue и вот такой вот aqua liguria от гирлен там аромата мандаринки и вот я очень люблю его именно в зимнее время использовать прям настроение праздника какое-то сразу же появляется так ну а я переместилась уже на кухню мне нужно привести здесь в порядок ее и в принципе что-то ежедневное такое но и некоторые моменты чуть более детально так пройтись дети накануне у меня готовили вафли поэтому гриль грязный и панели надо помыть ну плюс на фартуки кое-какие загрязнения тоже пробегусь быстренько ну и столовую зону привести в порядок потому что хочется прикинуть сервировку стола поэтому нужно и стол и стулья как следует помыть почистить я буду его раздвигать у нас время от времени туда что-то протекает просыпается и потом когда обычно я раздвигаю там неожиданные сюрпризы на дополнительных вот этих вкладках стола образуется так что решила заранее все привести в порядок так что буду сейчас этим и заниматься вот ну по поводу нового года про планы на саму новогоднюю ночь ответила про планы на каникулы тоже с кем как будем отмечать про подарки сказала и вот про меню спрашивали в принципе мы ничего такого серьезного не планировали у нас более-менее все стандартно кто-то готовится оливье кто-то цезарь будут бутерброды с рыбой не знаю прямо в каком виде может быть не именно бутерброды может что-то сделаю там на хрустящем багете и или или какие-нибудь тарталетки ну в общем что-то с рыбой наверное красной соленой потом мясная нарезка планирую как какую-то колбасу там мясо покупать так и индейку крупным куском запеку плюс сырная нарезка будет овощная и с креветками тоже хотим что-нибудь интересненькое сделать тоже наверное тарталетки это будут маленькие вот потом холодец у нас обещали приготовить в общем сказала ничего ничего но нас народу много поэтому так получается каждый там буквально по чуть-чуть но в итоге в общем получается много сразу скажу что мы планируем и первого числа тоже все у нас будут все останутся я не знаю первого тоже наверное домой не поедут в общем как-то так плюс из салата в принципе ничего такого вот больше не делаем оливье цезарь вот еще под вопросом может сделаем свеклу с сыром с белым и с орешками кедровыми тоже быстро и получается очень вкусно и из горячего думали сделать рыбу красную и овощи на гриле но решили отказаться так стандартный набор наверное шампанка мандарины вот еще хочу на 1 января заранее сделать солянку очень мне нравится знаете потом первого числа встаешь а то все эти салаты закуски и хочется чего-то горяченького так что наверное приготовлю солянку будем есть прошлогоднюю первого числа ну и тоже на первое на вечер муж мне обещала сделать плов с бараниной в казане так что вот такой наверное будет уже ужин у нас первого числа ну вот в принципе и все никаких особо там каких-то интересных закусок этом разнослов я думаю готовить не будем но еще в преддверии нового года тоже про цели и про итоги года у меня спрашивали ставь ставлю ли я цели или теперь только на три месяца и могу ли поделиться какими-то итогами да на год я цели не ставлю и наверное никогда этого не делала потому что это уж слишком долго и вот это длительная перспектива вообще очень много за это время может поменяться и цель она перестанет вообще быть актуальной так скажем поэтому до 3 месяца это очень эффективно я показывала ежедневник вот надо бы к нему вернуться там очень классная методика все легко и понятно и так действительно и дела делаются и никакая сфера жизни не западает в общем получается такой баланс и то есть за счет того что это не кажется что а это у меня тут еще и зима весна и лето осень я все успею вот то начинаешь делать это сразу же есть еще такая книжка по моему планирование на 12 недель или как-то так в общем там суть примерно такая же что в течение квартала люди бывают проживают более насыщенную жизнь чем кто-то например за год ничего не планируя думаю что времени еще очень очень много вот так я пользуюсь вот ежедневником тоже спрашивали недавно именно месячные развороты я делаю я без этого сейчас никуда это моя настольная книга но в том плане что я не про те красивые странички знаете где я там оформляла что-то так украшала а именно про развороты туда и фиксирую все события какие-то моменты которые привязаны к конкретным дням и датам чтобы мне ничего не забыть и не упустить из виду мне кажется здесь каждый сам подбирает себе систему вот одно время мне было вот это очень удобно то есть наглядно и мне этого хватит хватало сейчас я поняла что мне этого немножко мало я последний вот декабрь начала вести еще недельные развороты то есть там и чуть более подробно расписывать потому что иногда такие задачи есть которые надо в течение недели сделать но они могут от одного дня к другому так плавно перетекать или что-то заранее сделать или наоборот сегодня не сделала перенесу на день-другой но я должна вот это вот все фиксировать и видеть вот но тут каждый подбирает свою систему только вот мне кажется методом проб и ошибок ну а какие-то вот такие странички которые красочные красивые да именно для души это вот прям для души да там есть некоторые аспекты в которые я заглядываю разные темы до которым я время от времени возвращаюсь но вот на ежедневной основе это обычные планеры ничего такого у меня там нет вот и про итоги года ну что я могу сказать год был классный вот во всех отношениях и в отпуск съездили мы их не один раз и даже просто по каким-то недалеким тут областям в питер и в ярославле куда-то еще наверное ездили я сейчас так сходу не скажу плюс конечно большое событие это у нас покупка вот дома участка в деревне мы очень долго с мужем к этому шли когда еще только я рассказывала что начали вот этот наш дом в городе строить и мысли такие уже были тогда и так в общем наверное вот просто все сложилось в этом году так что я очень рада мы оба очень рады довольны и впереди конечно много в этом плане дел будем продолжать стараться и в следующем году делать еще больше еще быстрее еще как-то эффективнее порядок стол и стулья и теперь я хочу попробовать праздничную сервировку прям на деле знаете как только достала скатерти дорожки сразу какое-то настроение соответствующее появилось помахала вам ручкой улыбаюсь правда было очень приятно накрывать на стол вообще стол у нас большой он языке и он раздвигается до трех метров и мне свекровь тут привезла скатерть это скатерть из икеи она как раз на длинный стол предусмотрено вот до трех метров идеально она по размеру подойдет я здесь не раздвигала но видно что у меня края вот еще прилично свисают так что нам хватит и на разобранный стол на видео все смотрится чуть ярче чем в жизни но все равно очень красивый цвет я постелила сверху дорожки новогодние они тоже с бело-красным рисунком и плейсматы зеленые в общем опять традиционные цвета нового года как я и хотела и решила сделать небольшую композицию на стол какое-то украшение поставить и я тоже показывала вам покупала веточки на симоленты заказывала искусственные ветки и одну из них я просто свернула немножечко там зацепила края и у меня получился такой своеобразный венок и положила на тортовницу можно тут использовать конечно любое блюдо тарелку поднос какой-то мне захотелось чтобы был была эта композиция чуть выше чем например остальные тарелки будут с закусками с салатами и я как раз вот тортовницу на ножки взяла она ну такая стеклянная прозрачная по моему тоже очень празднично смотрится в серединку я поставлю свечку из набора светодиодных свечей а вот этот венок по кругу украшу разными элементами у меня тут и другие веточки и готовые композиции с красными ягодками там какими-то яблочками даже есть отдельно шарики есть отдельно золотые такие шарики на какой-то шпильки как будто бы они ну с ножкой очень удобно их втыкать как раз ветки и красные что-то типа ягодок рыбины отдельно в общем все так как смогу положу красиво максимально чтобы мне нравилось еще шишки и дольки апельсина у меня были так что получится такая композиция и как я обычно люблю немножко все искусственным снегом сбрызну чтобы она получилась именно цельная потому что где-то есть снежок уже припорошенные веточки какие-то слишком яркие насыщенные а так она будет уже смотреться едино цельно и по мне так так очень красиво ну и продолжаю накрывать на стол поставила в самый центр получившуюся композицию по длине стола ставлю свечи и хаотично их распределяем и дальше уже тарелки поставлю некоторые новогодние еще тарелочки для закусок но чтобы уже так создать именно праздничную атмосферу посмотреть как это все будет смотреться конечно с едой это будет еще эффектнее интереснее да но пока и так хорошо я салфетки покупала бумажный белый и красный по моему цвет совпал со скатертью просто на все сто обязательно их поставлю и решила еще на фруктовницу выложить киви и мандарины и тоже немножко украсить вставила готовые веточки шишки положу орехи конечно если тут были бы фрукты например помытые порезанные то я бы уже не стала там ягодки со снегом с блесками тут укладывать а все такое что нужно мыть чистить то в принципе можно украшать практически как хочешь так что вот такая еще фруктовая тарелка у меня получилось мандаринки с листиками они немножко подсохли но я не стала их отрывать это они отрывались уже вместе с кожурой но мандарины такие вот эти на веточках они нам больше по вкусу нравятся поэтому покупаем такие и если использовала бы тканевые салфетки то наверное вот так вот самым простым образом бы это оформила просто сложила перевяжу сейчас веревочка и вставлю веточку зеленую и с ягодками с белыми можно столовые приборы просто рядом положить а можно как вариант в салфетку завернуть сделать немножечко пошире и тоже ниточка перевязать и добавить вот какие-то украшения здесь конечно может быть все что угодно в общем я к тому что не обязательно вроде и кольца какие-то покупать специальные и что-то новогоднее вот из подручных материалов тоже получается очень красиво в общем вот такая у меня сервировка получилась репетиция новогоднего стола по моему очень атмосферно мальчишками готовили пирог с мандаринами процесс достаточно простой и ингредиенты тоже все очень доступны нам понадобится мандарины 7 штук с одного снимаем цедру и будем его потом и измельчать в блендере остальные мандарины по просто чистим и режем а на половинки будем выкладывать в форму для выпечки предварительно ее смазав маслом немножко присыпав мукой и добавить еще нужным пару столовых ложек сахаром и выкладывать будем срезом как бы на дно мандаринки готовы и дальше готовим мое тесто в измельчителе добавили мандарин как раз и с которого снимали цедру туда же добавляем и яйца и щепотку соли все количество ингредиентов я напишу в описании и все это как следует и измельчаем ножом дальше получившуюся получившуюся массу нужно процедить и через сито там останутся такие кусочки от мандарина не измельченные в общем должна быть очень однородная консистенция ну и дальше уже сюда добавляем все остальные ингредиенты сахар разрыхлитель и мука ну и цедра мандарина я ее предварительно мелко порезала совсем на маленькие кусочки не сказала вам еще про масло тоже она идет в рецепте и вода кипяток обычный холодный в общем он сначала все жидкие ингредиенты нужно смешать а потом уже вводить сухим муку и разрыхлитель все получится достаточно жидкое тесто за счет цедры ароматные все перемешиваем и будем выливать форму прямо сверху мандаринок и отправим в духовку на 180 градусов где-то минут на 30 пирог достаточно легко отходит от формы я просто переворачиваю в общем мандаринки должны быть сверху немножко дамы остыть и и сверху присыплю сахарной пудрой получается по-настоящему зимний прям новогодний какой-то пирог готовится все достаточно быстро но вот эти мандарины имитация снега от сахарной пудры настоящее настроение праздника ну а видео мое на этом подходит к концу я очень надеюсь что вам было интересно и спасибо что досмотрели и спасибо что были весь этот год со мной кто-то весь кто-то нет кто-то уходил потом возвращался единственное я надеюсь чтобы после просмотра моих видео у вас оставался какой-то положительный эффект что-то новое узнали что-то интересное увидели для себя подметили может быть просто хорошо провели время отдохнули посмотрели как другие работают порадовались за чьи-то там успехи достижения результаты в общем очень хочется сказать вам спасибо за ваши лайки за комментарии за поддержку за приятные словам за неприятный тоже они продвигают мой канал и они чуть не хуже чем хорошие комментарии ну и в новом году хочется пожелать всем главное крепкого здоровья независимо от пола возраста социального статуса всем здоровья всем родным и близким всем домашним всем знакомым чтобы все были живы и и здоровы и рядом с вами ну и конечно счастья удачи финансового благополучия исполнение заветных желаний пусть где-то именно везет но где-то и берите все в свои руки и просто действуйте спасибо что провели эти полчаса в моей компании увидимся с вами в новом в 2024 всех с наступающим